Казахстан Не секрет, что охота на гуся в Казахстане – одна из лучших в мире. И этому есть понятное объяснение. Территория нашей страны – это миграционный путь птицы. Осенью, улетая на зимовку, гуси останавливаются в северном и центральном Казахстане на жировку. Бескрайняя целина становится домом для птицы на целых два месяца. Богатая кормовая база в виде чистой пшеницы позволяет гусю окрепнуть, запастись жиром и набраться сил для дальнейшего перелета в теплые страны. Птица чаще останавливается для отдыха на небольших водоемах, коих здесь превеликое множество. В начале октября миллионные табуны гусей заполняют север Казахстана. Прилет этой царской птицы становится сигналом для многих охотников. Пора доставать ружья, запасаться патронами и выдвигаться в неблизкий путь. Свой путь на эту охоту мы определили заранее. Директор Акмолинского областного общества охотников и рыболовов Миранчук Игорь Иванович предложил нам посетить угодья вблизи города Атбасар. После недолгих сборов мы выдвинулись в путь. Впереди нам предстояло преодолеть полторы тысячи километров трассы. Вот сегодня мы выехали на очередную охоту. Едем по направлению к столице Казахстана, к городу Астане. И приближаясь к северным регионам, можно заметить красивейшие облака, которые летят очень низко. Таких облаков не встретишь в Алмате, в Бридгоре, где облака находятся намного выше. Трасса, соединяющая Алматы и Астану, находится в удовлетворительном состоянии. И нам без труда удается держать установленную скорость. Правда, периодами дорога осложняется большим количеством грузового транспорта. За разговорами мы и не заметили, как проехали город Балхаш. Проехали мы уже 600 километров. И знаете, ландшафт до сих пор не поменялся. Меняются только пейзажи. Краски осенней степи просто завораживают цвета. Меняются практически каждые 50 километров. От насыщенных желтых до огненно-красных цветов. Это действительно очень красиво. Расстояние между населенными пунктами в Казахстане впечатляют. Можно проехать 500 километров и не встретить ни одного населенного пункта. Величественная степь раскинулась до самого горизонта. В таких поездках необходимо иметь большой запас топлива. Караганда нас встретила вечерними огнями города. До столицы оставалось чуть более 200 километров. Утром мы были уже на месте. На въезде в город Адбасар нас встречает директор охотничьего хозяйства Адбасар-2 Юрий Лесько. Само угодье расположено в нескольких километрах от основной трассы, соединяющей Астану и Екатеринбург. На территории хозяйства установлен егерский кордон. Жилой вагончик, оборудован всем необходимым. Осень в этих краях приходит очень рано. Но в таком жилище нам не страшен ни холод, ни сильный ветер. Юрий выписывает путевки и рассказывает о жизни охотничьего хозяйства. Территория вот этого хозяйства, где мы сейчас находимся, 63 тысячи гектар. Здесь у нас 5 водоемов. Самый большой водоем из Унколь, на котором в основном и собирается весь гусь. Осенью, весной, много лебедя. Недалеко от егерского кордона раскинулось небольшое озеро. С воды доносится шумный гомон гусей. Этот участок относится к зоне воспроизводства, и охота близ озера запрещена. Здесь установлена километровая зона покоя. Есть такие водоемы, когда по согласованию с охотниками мы эти водоемы закрываем. Держим здесь местного гуся, который здесь гнездится, для того, чтобы собрать козару. Если на водоеме находится осеряг наш местный, то козаря пролетая мимо, это довольно-таки резко замечает и останавливается. Затем уже 2-3 дня прелюбовывает эти места и кормится на полях. Пока есть время, решаем подойти поближе к воде и устроить фотоохоту. Здесь неподалеку озеро, на котором мы заметили лебедей. Сейчас попробую подобраться к ним поближе. Почва здесь очень зыбкая, болотистая. Идти тяжело и шумно. Наконец-то удалось подобраться поближе. Прошлось преодолеть болото, осоку, поднять очень много уток. Но вот я около озера. Гладь воды растекают грациозные лебеди. На этом озере поселилось около 50 пар. Среди белых взрослых лебедей мелькает еще не окрепший серый молодняк. До наступления зимы молодые лебеди успеют набраться сил и научатся летать, а после отправятся большими косяками на юг. Много красивых и лесных эпитетов получила эта изящная птица. Но вот насчет благородное – это как посмотреть. Лебедь безжалостно убивает гусят, утят и других птенцов в радиусе 200 метров от своего гнезда. Поэтому большая численность лебедей представляет угрозу для других видов водоплавающих. Судя по этому озеру, участки водной глади строго распределены между водоплавающими птицами. В Казахстане охота на лебедя запрещена. Эта птица находится в Красной книге. А вот охота на гуся обязывает к изучению его привычек. Во время перелета гуси предпочитают кормиться на озимых, перепаханных полях, а также на мелководье. На протяжении столетий дичь считалась деликатесом, а ее добыча – делом настоящих умельцев. В данном случае за основу охоты берется основной инстинкт табунной птицы. Охота на гуся включает изучение перелетных маршрутов. Гусь при перелетах охотно подсаживается к другим стаям. Именно поэтому охота на перелетного гуся основана на использовании чучел птицы. Охота начинается с подготовительной работы. Гусь – птица умная, и чтобы добыть хотя бы один трофей, нужно изрядно потрудиться. Охота на гуся чем-то напоминает подготовку и проведение специальной операции. Для успешной охоты на гусей нужно пробыть несколько суток в угодьях, определяя направление наиболее массового пролета гусей. А после его нахождения начать искать поле, куда слетаются гуси на жировку. Рано утром, выйдя на разведку, нужно производить ее осторожно, исключив свое обнаружение гусями. Каждое перспективное поле необходимо осматривать в бинокль, не приближаясь к нему. Особая роль в этом деле отводятся маскировке. В последнее время, возможно, охота на серого гуся, достигающего веса 5 килограммов. У него розовый клюв – серое оперение, а лапки – бледно-розовые. Нагуменника – это относительно крупная птица с темно-серым оперением, оранжево-красными лапками и черным клювом с желтой или оранжевой полосой. И, наконец, на белолобого гуся или большую белолобую козару с темным клювом, оранжевыми лапками и белым лбом. По весу белолобый гусь может достигать 3 килограммов. Охота у нас проводится как? В основном с профилями и на подсид. Утренняя охота удалась. Буквально за час нам удалось добыть 5 гусей. Вдали послышались выстрелы. Стреляли прямо возле кромки воды, в зоне покоя. Юрий дал команду по машинам, и мы отправились на поиски стрелков. Долго искать не пришлось. Факт браконес, но сейчас будем фиксировать. Из добычи один гусь. Зато своим неразумным поведением охотники разогнали с воды всю стаю. Вокруг территории водоема создается участок природоохранный, получается зона. В эту зону не имеет права никто заходить, заезжать. Создается она для того, чтобы дичь могла спокойно покормиться. Без вмешательства человека. Для этого мы устанавливаем аншлаги. Эту зону ограждаем и следим за тем, чтобы ее никто не посещал. Бывают такие случаи, когда факты браконьерства. Есть желающие пострелять в самом озере. Вот мы стараемся это пресечь. На следующий день погода резко изменилась. Подул сильный ветер, пошел дождь с переходом в снег. Но вот погода резко изменилась. Если вчера было тепло и солнечно, то сегодня произошел перелом погоды. Пошел дождик, дует ветер. Гусь налетает. Ветра, внизка, погода начинает. Для себя мы решили будем охотиться методом подсидки. Этот метод заключается в том, что охотники определяют маршрут пролета гусей от водоема к месту кормежки и обратно. Хорошо маскируются, в основном используют специальную камуфлированную одежду и выжидают момент, когда птица поднимется. В этом году мы решили применить другую тактику. Земля не поддается ни лопате, ни топору. Поэтому мы решили сделать скронный из маскировочной сетки. Посмотрим. Скорее всего, он нас не заметит. А мы его будем видеть замечательно. Все, что может крестеть, должно быть закрыто. Номера, лобовое стекло, фары – это обязательно. Охотники говорят, это лучшая погода для охоты. Гусь будет лететь очень низко, да и ветер будет мешать ему набрать скорость. Так и получилось. Гуси маленькими стайками мотались целый день. Гусь очень наблюдательная птица, поэтому лучше всего прятаться возле каких-нибудь кустов, чтобы спрятать оружие. Гусь боится прямых, четких, блестящих линий. А вот и гусь, гусь. Очередное перемещение. Гусь сместился чуть дальше, метров на 500. Будем подходить чуть поближе. И куда-то найти место, где он перелетает. Правильно определив их маршрут, нам удалось успешно завершить охоту. Лицензии закрыты, нам пора выдвигаться в обратный путь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова